Дай почитать. От царевны Софьи до великой княжны Анастасии, изданной «Центрополиграфом» в 2017 году. Книгу эту я неоднократно листала, но заинтересовалась лишь после убедительной рекомендации. Честно скажу, для меня волнующих открытий не было, но для тех, кто этой темы не касался или не акцентировал на ней свое внимание, будет много интересного и познавательного. Несмотря на обилие имен событий, дат книга читается легко, увлекает и заставляет задуматься над праведческими словами Николая Алексеевича Некрасова. Ключи от счастья женского, от нашей вольной волюшки заброшены, потеряны у Бога самого. Думаю, нет ни одной девочки, которая хотя бы раз не мечтала стать принцессой, не рисовала бы пышное платье, не зачитывалась бы волшебными сказками, не смотрела бы фильмы и мультики про этих удивительных, прекрасных существ – принцесс, царевин и княжон. Их любят, за них сражаются и умирают. Но все заканчивается счастливой свадьбой. Правда, что будет дальше и какой станет семейная жизнь, и как принцессы состарятся, практически не повествует никто. Сказки и сказочники так далеки от действительности. Книга Елены Первушиной показывает, как опасна, как непредсказуема судьба принцесс и царевин. Уже в детстве они окружены невидимой преградой, отделяющей их от всех смертных. Они принадлежат к высшей власти, но практически никогда монархической властью не обладают. Они никогда не могут решать свою судьбу, выбирать друзей и любимых. Ведь так трудно распознать, где искренность, а где часть бесчеловечного хитроумного плана. Они всегда должны соответствовать правилам светского общества и этикета. Быть со всеми добрыми, внимательными и щедрыми. Может, хоть так они смогут обрести настоящих друзей. А когда приходит время для замужества, то их браки – это союзы двух стран, а не двух людей. Им часто грозит опасность. Они становятся разменной монетой в политических играх и дворцовых интригах. А еще все зло обсуждают количество платьев, богатство украшений, их симпатии и увлечения. И что любопытно, и сейчас многие знают судьбу Катерины из Грозы, Татьяны Лариной из Евгения Онегина, Наташи Ростовой из Войны и Мира, Аксиньи из Тихого Дона. Но кто сходу расскажет или хотя бы вспомнит перипетии жизни Елены Павловны или Ольги Николаевны, Марии Александровны или Ксении Александровны? А ведь это не просто звук имен. За каждым именем – жизнь, страдания, любовь, муки, надежды и печаль. Дорогие слушатели, давайте читать Елену Первушину «Судьба российских принцесс». До новых встреч! Дай почитать! Субтитры создавал DimaTorzok